Крылья с чердака Не стало мирного приюта, Везде усобицы и смуты. Нужна жестокая борьба, А власть верховная слаба. Мещане в городской ограде И рыцарь в крепости средь гор Отсиживаются в засаде, Оказывая нам отпор. Не терпели в солдат наемный И требуют уплаты в срок. Не будь за нами долг огромный, Все б разбежались наутек. Но берегись дразнить наймита. Не тронь осиного гнезда, Они разграбят города, Им отданные под защиту. Во многих землях бунт в разгаре, А где не буйствуют низы, Не замечают государь И над ними виснущие грозы. От недокорма чахнут свиньи, Хозяйство все по швам трещит, Спим на заложенной перине, И даже хлеб едим в кредит. А этот, правда, пожил в сласть, И при начавшемся развале Несостоятельную власть В стране сменило безначалье. Всех стало разделять вражда, На братьев ополчились братья, И города на города. Ремесленники бились с знатью И с мужиками господа. Шли на мирян, войной, попы, И каждый встречный, поперечный, И губил другого из толпы С жестокостью бесчеловечной. По делу уезжал купец И находил в пути конец. Достигло крайнего размаха Укоренившееся зло. Все потеряли чувство страха. Жил тот, кто дрался. Так и шло. Шло. Падало. Плелось. Тащилось, пока Совсем Не развалилось. До тех пор, пока ты не принял Окончательное решение, Тебя будут мучить сомнения. Ты будешь все время помнить о том, Что есть шанс повернуть назад, И это не даст тебе работать эффективно. Но в тот момент, Когда ты решишься полностью Посвятить себя своему делу, Провидение оказывается на твоей стороне. Начинают происходить такие вещи, Которые не могли бы случиться При иных обстоятельствах. На что бы ты ни был способен, О чем бы ни мечтал, Начни осуществлять это. Смелость придает человеку силу И даже магическую власть. Добрый день, уважаемые радиослушатели, С вами Валерия Кореная, За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахеров. Программу я начала С фрагмента из Фауста Иоганна Вольфганга Гёте И его же прямой речи. Крайне современно И своевременно. Не правда ли? А ведь это было написано В восемнадцатом веке. И тогда же его Фауст говорил С талантом человеку не пропасть. Соедините только в каждой роли Воображение, чувство, ум и страсть. И юмора достаточную долю. Засуньте всякой всячины в кормежку Немножко жизни, выдумки немножко. Вам удается этот вид рагу. Толпа и так все превратит в окрошку. Я дать совет вам лучший не могу. Впрочем, в своих произведениях Гёте давал не только советы, Но и ответы на многие вопросы, Которые стоят перед обществом до сих пор. Он родился почти мертвым, без голоса. Мать рожала его три дня. Оживить новорожденного удалось растираниями. Здоровье его всю жизнь было слабым, Но прожил он больше восьмидесяти лет. Как? Совсем юным. Он заболел чахоткой. Впрочем, он болел всем, Что только можно себе представить. У него не было ни одного здорового органа. Это не помешало ему предаваться Всем излишествам юности. Пить вино, драться на дуэлях, Неудачно и безответно влюбляться. Он даже хотел покончить с собой Из-за неразделенной любви. Но именно в момент близости гибели Страстно захотел жить. Жизнь – прекраснейшая из выдумок природы. «Давайте жить, пока мы живы», – говорил он. При своей болезненности Он умудрился создать себе отменное здоровье, Наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях И создавать великие произведения. Он сам добился успеха, богатства и славы. «Научиться можно только тому, что любишь», – говорил он, Отказавшись от всего, что ему мешало, От всех излишеств. Он почти перестал пить алкоголь, Стал соблюдать диету и распорядок дня, Не давая себе поблажек. Он много работал и свои произведения продавал, А не раздавал даром. Это был его труд. Он избегал ссор и интриг, При этом был смел и отважен, Но просто так ради спора не спорил. По-доброму отзывался о таланте других, Никому не завидовал и не делал подлостей. Уже вполне достаточно. Большой талант лишь добавил к его личности многое И отблагодарил. «Таланты образуются в покое, Характеры среди житейских бурь», – Писал он, Иоганн Вольфганг фон Гёте, Появившийся на свет 28 августа 1749 года В Германии во Франкфурте на Майне. Он был не только поэтом, драматургом и романистом, Но и ученым-энциклопедистом, А также государственным деятелем, Театральным режиссером и критиком. Пьесы, поэзия, литература, Трактаты по ботанике, анатомии и цвету – Таково его творческое наследие. Первой его крупной научной работой Стала метаморфоза растений. Он стал величайшим и самым влиятельным писателем На немецком языке, Оказавшим огромное влияние На западную литературу и философию С конца XVIII века до наших дней. Природа не признает шуток. Она всегда правдива, Всегда серьезна, Всегда строга. Она всегда права. Ошибки же и заблуждения Исходят от людей. Природа – единственная книга, На всех своих страницах Заключающая глубокое содержание, Считал Гёте. Прадед его, армянин, Портной по профессии Принимал участие в строительстве Кёльнского собора. Дед тоже был портным, Затем открыл трактир. На заработанное им состояние Впоследствии жили его сын и внуки. Отец Гёте – юрист И имперский советник, Библиофил и коллекционер. Мать – дочь городского старшины И верховного судьи. Ее выдали замуж в 17 лет За 38-летнюю мужчину, Которому она не питала особых чувств, Но через год родился будущий поэт, А следом – дочь Корнелия. Брат и сестра дружили всю жизнь. Четверо других братьев и сестер Умерли в младенчестве. Всего два года Гёте учился в школе. Потом образованием его и сестры Занимались отец и восемь репетиторов. Дети получили всестороннее домашнее образование Немецкий, французский, латынь, греческий, Идиш, иврит, английский, итальянский, Языки естественной науки, религии и рисования. Сейчас трудно даже охватить умом Все эти предметы. Но и это еще не все. Гёте играл на фортепиано И виолончели, Занимался верховой ездой, Фехтованием и танцами. Благодаря своей матери, Которая читала детям на ночь Сказки и Библию, Он узнал мир литературы. В шесть лет бабушка подарила внуку Кукольный театр. И он с друзьями разыгрывал представления По своим детским пьескам. Их семейная библиотека насчитывала свыше двух тысяч томов. Оттуда маленький Иоганн впервые узнал О популярной в те времена книге про доктора Фауста, Произведение о котором станет делом всей его жизни. Есть две вещи, которые родители должны дать своим детям. Корни и крылья. Говорил он. Во всем большом есть постепенность, А не внезапность и мгновенность. Напишет он в Фаусте. Отец его был строгим и требовательным, А мать мягкая и заботливая. Она поощряла творческие наклонности И воображение сына. Отец хотел, чтобы он выбрал карьеру Со стабильным доходом И высоким социальным статусом. Это приводило к конфликтам в семье, Ведь сыну были интересны литература и искусство, А также эксперименты в науке. Когда садовник всадит деревцо, Плод наперед известен садоводу. Это слова Гёте, Который будет экспериментировать В области химии и физики И напишет работу о теории цветов, Которая не согласовывалась с теорией Ньютона, Но оказала влияние на дальнейшее развитие науки, О свете и цвете. Несмотря на сложные отношения между отцом и сыном, Гёте уважал отца И признавал его вклад В свое образование и воспитание. Мать играла роль посредника между отцом и сыном, Помогая сглаживать конфликты И поддерживать эмоциональное равновесие в доме. В произведениях ее сына Появятся образы Заботливых и любящих матерей. Гёте назвали Одаренным ребенком С живым умом и темпераментом, Но не вундеркиндом, Каким считался Моцарт. Они познакомились, Когда Гёте было 14 лет, А Моцарту – 7. Это был концерт Юного гения, На котором Гёте подошел К Моцарту Со словами восхищения его игрой И посетовал, Что ему самому Так играть никогда не научиться. Композитор поинтересовался, Пробовал ли он записывать музыку, Которую приходит ему в голову. Гёте ответил, Что ему в голову приходят только стихи, И что писать их Гораздо легче, чем музыку. Позже Гёте займется темой гениальности, Определив ее как способность Последовательно создавать произведения, Которые имеют последствия И длительную жизнь. И скажет, Что все произведения Моцарта таковы. Он сравнит гений Моцарта С гением Шекспира И итальянского художника Эпохи Возрождения Рафаэля, Назвав его нереальным. Гёте познакомится Со многими выдающимися композиторами Своего времени. На его стихи будут писать музыку Моцарт и Бетховен, Шуберт и Лист, Берлиоз и Вагнер. Человек должен немного слушать музыку, Читать немного поэзии И смотреть на прекрасную картину Каждый день своей жизни, Чтобы мирские заботы Не заглушили то чувство прекрасного, Которое Бог вложил в человеческую душу. Говорил поэт. Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой. По настоянию отца, Иоганн изучал юриспруденцию В Лейпцигском университете. Тогда Лейпциг называли Маленьким Парижем. Там, вдали от родителей, Юный Гёте предавался Веселой жизни с друзьями, Ни в чем себе не отказывая От посещений театров До загульных вечеринок. В 19 лет у него Открылось кровотечение Из-за обострения туберкулеза. Ему пришлось вернуться домой Во Франкфурт, Без ученой степени. Для отца это стало Настоящим горем. «Если бы вы знали, Как редко нас понимают правильно, Вы бы чаще молчали!» Писал его сын, Который вернулся к учебе, Но уже в Страсбургском университете, Где и нашел себя как поэт. Тогда же он познакомился С дочерью пастора Фредерикой Брион, И влюбился в ее красоту, Доброту и простоту. Их роман был страстным. Окружающие уже считали Фредерику невестой Гетте, Но ее принадлежность К простому сословию Не позволила им Продолжить отношения. Роман их завершился внезапно, Но Фредерика вдохновила поэта На создание многих стихотворений И осталось жить в истории литературы Как муза великого поэта. Когда он писал диссертацию На тему взаимодействия Государства и церкви, Богословы оскорбились его идеями И назвали его безумным Противником религии. А декан настаивал на том, Чтобы не допускать студента К защите. Но Гетте Выставил к защите 56 тезисов, А в последнем рассматривал вопрос Допустимости смертной казни Для детоубийц. Потом он напишет драму Трагедия Гретхен О девушке, убившей своего ребенка. Круг его научных занятий Был столь широк, Что позволил ему занять Пост декана факультета Естествознания В университете Йены. Он открыл Межчелюстную кость человека И писал, что череп Состоит из слившихся позвонков. И все же прежде всего Он поэт и писатель, Который вместе с Шиллером Превратил Германию В поэтическую страну. Гетте написал В 143 тома произведений Более 13 тысяч писем И недосягаемую вершину Поэзии и философии Образ доктора Фауста, Восклицавшего в конце жизни Мгновение, О, как прекрасно ты Повремени. Прекрасное не может быть познано. Его необходимо чувствовать Или создавать, Считал Гетте, Который любил набивать карманы Семенами цветов. И куда бы он ни шел, Он потихоньку их разбрасывал. Когда он умер, В Германии осталось много дорог, Засеянных его цветами. По этим цветочным дорогам Можно узнать, Где ходил великий поэт. В нас расцветает то, Что мы питаем, считал он. А цветы — это красивые слова И иероглифы природы, Которые говорят нам, Как сильно она нас любит. Он любил фиалки И засадил ими весь свой Любимый город Веймар. Они и сейчас там цветут. На ваших лицах Холод и печать. Я равнодушье вам прощаю, дети. Черт старше вас. И чтобы его понять, Должны пожить вы Столько же на свете. Говорил Гёте, У которого был свой Личный план выживания. Воля к жизни Может исцелить человека И продлить его дни До глубокой старости, Был уверен он. Не верю я В порядочность шута. Он трижды куплен был И столько же продался. В его душе царила тьма, Когда он на арене забавлялся. Фиглярствуя, Глумился тот Над тем, Что святое всего дороже. И зритель глупо ликовал. Ведь он и клоун. Так похоже. Первый литературный успех Принесла ему пьеса Гёц фон Берлихинген, Когда автору было 24 года. Она произвела на современников Огромные впечатления И поставила Гёте В первые ряды немецкой литературы. Он вступил в противоречие С литературой просвещения, Наиболее влиятельным Доселе течением культуры. Чем ниже ступень культуры, Тем сильнее и ожесточеннее Национальная ненависть, Говорил он. Его герой Сначала возглавлял Крестьянское восстание, Но когда оно перешло В острую форму, Отошел от него, Проклиная это движение. Гёте. Гёте умел любить Он называли мистиком, А глаза его словно Хранили некую тайну, Ведомую только ему самому. Хоть люди платят со своей же шкурой, Умнее не делаются самодуры, Говорил он. Ему было 26, Когда состоялась его помолвка С дочерью банкира Лили Шонеман. Но из-за религиозных И других разногласий Помолвка была расторгнута По инициативе матери-невесты. В отчаянии Гёте принял приглашение 18-летнего герцога Карла Августа И переехал к Веймарскому двору, Где и прожил свою жизнь. А Веймар стал его родным городом. Он курировал дворцовый театр И служил советником герцога С хорошим годовым окладом. Проведение реформ, Борьба с коррупцией, Руководство Йенским университетом Позволили ему Претендовать на дворянский титул Что давало право работать В суде и государственных структурах. Четыре года он занимался Адвокатской практикой, Но главным для себя считал Публицистику. Анна Амалия фон Брауншвейк Великая княгиня, Мать герцога Карла Августа, Покровительница искусства, Поддерживала его, Предоставляя возможность Для развития талантов. Анна быстро оценила таланты Молодого человека, Который стал близким другом ее сына. Она сама была Талантливым композитором и музыкантом, Устраивала музыкальные вечера И литературные салоны, Основала библиотеку, Которая до сих пор является Культурным и научным центром. В 33 года Геты был на пике влияния и успеха. Понятно, что завистники И недоброжелатели Критиковали его самого И его стихи. Но работая при дворе, Он почти не писал, А занимался научными вопросами Горнодобывающей и лесной промышленности, И сельского хозяйства, А также геологии, Минерологии и ботаники. Он учился рисовать И собрал большую коллекцию минералов. Во второй части программы После рекламы О создании Фауста, О том, почему он вечен, И о любви Геты. С вами Валерия Кореная На волне 620 АМ Дэвид Зон, Радио, Нью-Йорк. Не переключайтесь. В эфире программа Крылья с чердака. С вами Валерия Кореная. Валерия Кореная Гете занимал важные Административные должности В веймарском герцогстве, Включая пост министра. Любознательность он сохранял всю жизнь, Совершенствовал себя, Искал истину. Он обладал природным обаянием, Легко заводил знакомства И имел множество друзей и поклонников. Он был философом по своей природе. Его не мог не застигнуть Творческий и эмоциональный кризис, Когда придворная жизнь С грузом ответственности Стала тяготить поэта. Тайна от всех. Он выехал в Италию Инкогнито под именем Иоганна Филиппа Меллера. В Риме он познакомился С художником Йоханом Тишбейном, Который написал его Самый известный портрет. Он подружился с немецкими Итальянскими представителями Творчества и архитектуры И назвал этот вид искусства О немевшей музыкой. День прибытия в Рим Он отмечал как римский день рождения. Такое значение он придавал Первому посещению вечного города И написал Итальянское путешествие. В Италии У него начался творческий подъем, Что неудивительно, Ведь эта страна Не может не раскрыть Лучшее в человеке. Два года он жил в Италии И писал Кто хорошо видел Италию И особенно Рим Тот никогда больше не будет Совсем несчастным. С одной из своих мус Шарлоттой Фонштейн Замужней женщиной Матерью семерых детей Он поддерживал долгие Эмоциональные отношения. Шарлотта происходила Из знатного рода Получила хорошее образование Ее мужем был офицер и чиновник При дворе герцога Карла Августа. Она смягчала Импульсивный характер Гетты, Учила его Светским манерам И самоконтролю. Под ее влиянием Он начал писать Более зрелые И утонченные произведения. Их переписка Насчитывает около Тысячи семисот писем. Ее образ Остался в нескольких Его произведениях. Отношение современников К поэту был неровным. Была у него и несчастная любовь К другой Шарлотте Буф. Эта любовь принесла ему Ощущение счастья. Но лишь На некоторое время. Позже Это ощущение Сменилось Тяжелыми Переживаниями. Когда она Не ответила На его чувства Поэт уехал Из Страсбурга. А через полтора года Написал Страдания юного Вертера, Где герой Свою болезненной страстью То безудержно Веселился, То впадал в меланхолию, Был полон То ревности, То раскаяния. Роман Имел Оглушительный успех, Прославив Своего автора На всю Европу, Где прокатилась Волна самоубийств. Говорили, Что она унесла Не меньше жизни, Чем настоящая война. Болезнь ума Стала модной. Романтики Подхватили ее. Появился лозунг Поэт Должен быть Болен. А болезненность Психики героев Стала Обязательной. Впрочем, Больной герой И больной писатель Популярны до сих пор. Недаром его Фауст Георгий говорит Не в славе суть. Мои желания Власть Собственность Преобладание. Гете получил Дворянский титул, Стал членом Тайного совета герцога, Вошел в состав Военной комиссии Комиссии по дорогам, Руководил возобновлением Добычи серебра И занимался Планированием Ботанического парка Веймари. Он был директором-распорядителем Театра, Подружился с драматургом, Историком и философом Фридрихом Шиллером И ставил его пьесы. Ему было 39, Когда он познакомился С крестьяной Вульпилус, 23-летней модисткой Из простой семьи. Мать поэта Не одобряла выбор сына. Крестьяне не позволялся Выход в высшее общество, И, оставаясь в тени, Она рожала гёте детей, Что не помешало ему Просить руки 21-летней генриэты Фон Лютвиц, Отец, который не дал Согласия на брак. Все же Крестьяна, Мать его детей, Стала его гражданской женой И родила поэту Пятерых детей, Из которых только один, Август, Дожил до взрослого возраста. У него родилось Трое детей, А сам он, Август, Умер за два года До смерти своего отца. Таким образом, Род гёте По прямой линии Прервался. Официально поэт Женился на крестьяне Лишь после 18 лет Совместной жизни, Несмотря на Неодобрение общества. Жениться он решил Не только благодаря любви, Но и чтобы защитить Её и детей В случае своей смерти. Их отношения длились Более 28 лет, Вплоть до смерти Крестьяны В 1816 году, Когда писателю было 67. Помню, как она глядела, Помню губы, Руки, Грудь, Сердце помнит, Помнит тело, Не забыть и не вернуть, Но она была, Была, Да, Была, Всё это было, Мимоходом обняла, И всю жизнь Переменила. Йоганн Вольфганг Фон Гёте, Как и любой другой человек, Боялся смерти. Недаром Герой его Фауста Стремится не только Избежать смерти, Но и обрести Бессмерти. Поэт Пережил Утрату близких людей, Включая Сестру Корнелию, И страх утраты Был постоянным Спутником Его жизни. Несмотря на Свои многочисленные Связи, Гёте Часто чувствовал Одиночество. Он боялся быть Непонятым Или отвергнутым Обществом. Он сомневался В своих способностях. Когда страх Одиночества Сочетался с периодами Творческого кризиса Или личных проблем, Это было невыносимо Для поэта, Но он Преодолевал и это. Усилием воли Он перестал бояться. Для этого Делал то, Что страшно. Он не выносил Барабанный бой, Поэтому заставлял Себя его слушать. Страдая головокружениями, Залезал на Высокие колокольни. Вся его жизнь Была Преодолением себя. Его Мефистофель Скажет Ты То, Что представляешь Ты собою Надень парик С миллионом Завитков, Повысь каблук На несколько вершков. Ты Это только Ты Ничто Иное. Главная мысль Фауста Это стремление Человека К самопознанию, Поиску смысла жизни, Это борьба добра и зла, Это природа Человеческой души, Значение любви И стремление К власти Знаниям. Фауст Заключает договор С дьяволом Мефистофелем, Отдавая свою душу В обмен На безграничные знания И земные удовольствия. Вот и вопрос цены, Которую человек Готов заплатить За удовлетворение Своих амбиций. И все же Любовь Становится путем К спасению, Несмотря на все Искушения И испытания. Так сладко Тебя расцелует Вторая, Как первая Не целовала Тебя. Готе была важна Собственная репутация. По тому решению Он принимал Осторожно И взвешенно. Он боялся болезней, Особенно в старости И стал следить За своим здоровьем. Франкфуртское восстание 1759 года, В ходе которого Город был оккупирован Французскими войсками, Оставило след В памяти Молодого Готе. Он наблюдал За военными действиями И видел последствия Оккупации. Он увиделся С Наполеоном В 1808 году. Его отношение К французской революции Было сложным. С одной стороны, Он восхищался Идеями свободы И равенства. С другой, Осуждал насилие И хаос Непременных спутников Революции. В отличие от многих Немецких интеллектуалов, Он не был охвачен Патриотическим энтузиазмом Во время антифранцузской Освободительной войны. Народ он считал Неподготовленным, А противника Слишком сильным. Никто не спросит, Чье богатство, Где взято И какой ценой. Война, Торговля И пиратство Три вида Сущности Одной. Кто не сбивался, Не придет к уму. Тот, кто потерял имущество, Не потерял ничего. Тот, кто потерял честь, Потерял многое. Потерявший мужество, Потерял все, Говорил он. Ты верен весь одной струне И не задет другим недугом, Но две души живут во мне, И обе не в ладах Друг с другом. Я слишком стар, Чтоб знать одни забавы, И слишком юн, Чтоб вовсе не желать. У гения В свои причуды В 1802 году В одной из Мюнхенских гостиниц Князь Шаховской Встретился с Гетте. Поэт пригласил Князя на чай. Тот, не увидев на столе Ничего, кроме чая, Заказал бутерброды И сдобу. Вечер прошел мило В беседах О немецкой и русской литературе. Но на следующий день Шаховской получил счет За все съеденное. Гетте отказался платить, Поскольку приглашал Князя Только на чай. Над трагедией Фауст Он работал в течение Почти 60 лет С перерывами, А закончил ее В 80 лет. Дайте человеку цель, Ради которой стоит жить, И он сможет выжить В любой ситуации, Говорил он. Фауст Решает создать Государство Счастливых, Свободных людей И начинает На отвоеванной У моря земле Гигантскую стройку. Но там, Где все горды Развратом, Понятия перемешав, Там правый Будет виноватым, А виноватый Будет прав. После смерти Своей жены, Когда поэту Было 72 года, Гетте Влюбился В 17-летнюю Ульрику Левецов. И намеревался На ней жениться. Друзья Воспротивились Этому, Но он Сделал девушке Предложение И получил Отказ Ее матери. Эта Неразделенная Любовь Вдохновила Гетте На написание Мэрии Бацких Элегий, Циклы стихотворений, Которые считаются Одними из самых Трогательных И искренних В его творчестве. Это Размышления Любви, Старости И утраченных Возможностях. А Ульрика Осталась в памяти Как последняя муза Великого поэта. Наружный блеск Рассчитан на мгновение, А правда Переходит В поколение. Если обращаться С человеком Так как он Этого заслуживает, Он останется Таким, Какой он есть. Но если Обращаться с ним Как с человеком, Каким он должен И может быть, Он станет Таким человеком, Был уверен Гетте. Глухой разлад Меж преданными Слугами В домохозяйстве Самое опасное. На Нюрнбергском процессе Зачитали его слова Немцы Очень доверчивы. Придет время, Когда какой-нибудь Авантюрист Приведет Эту нацию Катастрофе. Неужели он Что-то знал О 20 веке? Гетте считали Одним из шести Представителей Человечества Наряду с Платоном, Наполеоном И Шекспиром. Многолетний Секретарь Гетте Йоганн Петер Эккерман Поэт и писатель Долгие годы Подробно записывал Свои беседы С поэтом И мыслителем Назвав их Разговоры с Гетте. Эти записи Стали ценным Источником Для изучения Личности Поэта Его взглядов На жизнь Литературу Историю Политику Философию Искусство И стали Шедевром Мемуарно-биографического Жанра. Поэту было 74, Когда он получил От Эккермана Его стихи И письмо, В котором тот Выражал восхищение Его творчеством. Это письмо Произвело на Гетте Большое впечатление И он пригласил Эккермана К себе. Так Петер Стал не только Личным секретарем И доверенным Лицом поэта, Но и Близким другом. Он сопровождал Гетте везде, Записывал Его размышления, Беседы и наблюдения В последние Девять лет Жизни поэта. А Гетте Написал Ту самую Ночную песенку Странника, Которую Лермонтов Перевел. Горные вершины Спят во тьме Ночной, Тихие долины, Полный Свежей мглой, Не пылит Дорога, Не дрожат Листы, Подожди Немного Отдохнешь И ты. У меня Громадные преимущества, Говорил Гетте, Благодаря тому, Что я родился В такую эпоху, Когда имели место Величайшие Мировые события, И они Не прекращались В течение Всей моей Длинной жизни, Так что я Живой свидетель Семилетней войны, От падения Америки От Англии, Французской Революции, Наконец, Всей Наполеоновской Эпохи Вплоть До гибели Героя И последующих Событий. Поэтому я пришел К совершенно Другим Выводам И взглядам, Чем это Доступно Другим, Которые Сейчас Только Родились И которые Должны Усваивать Эти Великие События Из Непонятных Им Книг. Нет Рабства Безнадежнее, Чем Рабство Тех Рабов Себя Кто Полагает Свободным От Оков Писал Он. Поэт Был членом Масунской Ложи, Что отразил Фаусти. Шиллером Он соревновался В написании Балат. Если В юности Гетте Любовался Дерзостью Своих Героев, То с годами Стал восхищаться Их терпением, Готовностью К самоограничению. Мотив Отречения Стал Основным В произведениях Зрелого Гетте. Теперь В отречении Он видел Высшую Добродетель. Он учился Обуздовать Свои порывы, Добровольно Принимая На себя Выполнение Различных Обетов От религиозного Отречения До любовного. Вне зависимости От того, О чем Вы мечтаете, Начинайте Над этим Работать. И тогда В вашей жизни Начнут Происходить Самые Настоящие Чудеса. Начинайте Делать Все, Что вы можете Сделать И даже То, О чем Можете Хотя бы Мечтать В смелости Гений Сила И магия Говорил Поэт. Пергаменты Не утоляют Жажды, Ключ к мудрости Не настраница Книг, Кто к тайным Жизни Рвется Мыслью Каждой В своей Душе Находит Их Родник Я Здесь Чтобы Изумляться Говорил Он И добавлял Только Тот По-настоящему Счастлив И велик Кому Не нужно Не подчиняться Не приказывать Для того Чтобы Представлять Собой Что-то О счастье Он Говорил Так Я Наберу Счастливых Минут На полчаса Если С детства Считать Он Одинаково Свободно Изображал И Рыцарский Замок И Постоял И двор И трактир И монастырь И цыганский Табор И тюрьму Его герой Сам определяет Свою судьбу А не является Игрушкой В ее руках Он Заявлял Что ему Противны Четыре вещи Табачный Дым Клопы Чеснок И крест Христианство Он трактовал Как мрачное Противное Радостям Земной жизни Учение Главным делом Своей жизни Назвал Фауста В конце Трагедии Ангелы Возносят Душу Умершего Фауста На небо Дописав Свое произведение Он запечатал Рукопись В конверт И указал Что раскрыть И опубликовать Ее можно Только после Его смерти Он не был уверен Как примут Окончание Фауста Читатели И его опасения Оправдались Весной 1832 года Во время Прогулки В открытой Карете Геты Простудился У него Начался Катар Верхних Дыхательных Путей Следом Произошел Инфаркт А общее Ослабление Легких Привело К смерти 22 марта Его Последними Словами Стали Эти О какой Небесный Воздух Свобода Свобода Больше Света Вторая Часть Фауста Вышла В том же Году 41 Томом Собраний Сочинений Публикация Встретила Холодный Прием Книгу Сочли Скучным Старческим Сочинением Только в новом веке на его героя желающего добра и приносящего горе обратили внимание и возник вопрос не в самом ли человеке сидит дьявол который превращает добро в зло Цитата злого духа из поэмы стала эпиграфом к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», — говорит Мефистофель, которого Булгаков сделал прототипом Воланда А Гейне говорил, что прекрасные слова Гёте бездетны А поэт считал, что неблагодарность — род слабости, что выдающиеся люди никогда не бывают неблагодарными Он формировал сначала немецкий, а потом и общий европейский культ Шекспира Первая же страница Шекспира, которую я прочел, покорила меня на всю жизнь, — писал он Считаю, что греческая и шекспировская трагедии равноценны, но каждая рождена своим временем Душа, которая видит красоту, иногда может идти одна, ибо этот мир отказался от красоты Мир не верит больше в сказки или в счастливый конец, поэтому душа, которая видит красоту, — это душа, которую большинство считает безумной Они называют её заносчивой, несущей бред, ненормальной Всё потому, что она видит нечто лучшее, на что можно надеяться Если мои слова для тебя что-то значат, держись за эту красоту Иди в одиночестве, пока не достигнешь её Боль пути в одиночестве против течения стоит этого Нет ничего отвратительнее большинства Ведь оно состоит из немногих сильных, идущих впереди Из подлаживающихся хитрецов Из слабых, которые стараются не выделяться И из толпы, которые семенит следом, не зная сама, чего хочет Люди страдали бы гораздо меньше, если бы не развивали так усердно силу воображения Если бы не вспоминали бесконечно прошлые беды, а жили безобидным настоящим Самое смешное желание — это желание нравится всем, — считал Гётте Это его, — Мефистофель говорит В пути сюда мне сообщали, что император наш в печали Его ты помнишь? Это тот, которого мы развлекали дождём обманчивых щедрот при помощи своих — банкнот Он молодым взошёл на трон, и тут был нами ослеплён Купить, надеясь, пол вселенной посредством нашего подмена Поверил постепенно он, что до скончания времён ему и море по колено Что царствование образцом такое будет почитаться Когда две цели совместятся, и будет он в лице одном И царствовать, и наслаждаться До тех пор, пока человек не берёт на себя обязательства Остаётся сомнение, возможность отступить События начинают происходить, чтобы помочь вам А иначе они никогда бы не произошли Кто ищет, вынужден блуждать Волшебство — это вера в себя И когда тебе это удаётся, то удаётся и всё остальное Где глупость — образец, там разум безумия И в заключение ещё от Мефистофеля Гёте Не выношу я шайки голосистые И резкий свет такой, что пропадёшь Поют женоподобные хористы Любимцы богомолок и святош Чтоб рот людской сразить бичом тяжёлым Хотели мы, чтоб пол был отменён Наш адский план о существе бесполом В мечтаниях набожности воплощён На этом я благодарю за внимание вас Уважаемые радиослушатели и звукорежиссёр Акмали Тахирова Услышимся в следующий вторник В полдень на волне 620 АМ Дэвидзон Радио, Нью-Йорк С вами была Валерия Кореная И всё, что вы слышите в этой программе Не новость, но тоже правда Вы слушали программу «Крылья с чердака» Автор и ведущая Валерия Кореная Автор и ведущая Валерия Кореная